Нет такой проблемы, которую нельзя озвучить и решить. Встречу с жителями городского поселения Фрянова проводит руководство Щелковского района. На вопросы населения отвечают глава района Надежда Суровцева, руководитель районной администрации Алексей Валов и руководитель администрации поселения Олег Болотин. Одна из самых наболевших тем в состоянии дорог. Так в одной из деревень поселения из-за разбитой трассы даже отменили маршрутный транспорт. Там живут пенсионеры, нет ни аптеки, ни магазина, ничего там нет. И маршрутку отменили, посыпали щебнем дорожником, отменили. Ссылается на то, что дорога там не соответствует дорожным требованиям. Дорогой Горбуны мы и занимаемся. Дело в том, что щебнем сделали, обваловку для того, чтобы вода уходила, сделали. Дело в том, что 24 населенных пункта, сейчас адресная часть бюджета сформирована. Мы планируем на 17-й год. Обязательно выйдем сейчас на МОЗ «Автодор» для того, чтобы ускорить решение этого вопроса. Заявлением, которое неприятно шокировало всех присутствующих на встрече, выступила сотрудница учреждения образования. Оказалось, что ей вот уже почти два месяца задерживают выплату заработной платы. Нам задерживают зарплату, да, почти до двух месяцев. Ссылаясь на то, что отдел образования просто не причисляет нашему руководству, а они, соответственно, не оплачивают нам. Маленькие задержки по оплате за услугу по питанию в образовательных учреждениях на самом деле есть, но маленькие. И это не дает право комбинату школьного питания задерживать заработную плату в соответствии с федеральным законодательством. На этой неделе, если я приглашу комбината школьного питания, значит, сразу хочу сказать, что разговор у нас очень жесткий. Руководитель администрации Щелковского района подчеркнул, что реагировать на такую проблему нужно как можно быстрее. Сегодня разберитесь конкретно. Конкретно. Сегодня доложите конкретно. Затронули жители и актуальный в условиях импортозамещения вопрос развития сельского хозяйства. Очень приятно, когда услышали мы, что наша Фрянова преображается в хорошую форму. Но скажите, будет ли восстанавливать у нас фермы? У нас ведь было 5-6 ферм. Мы свое молоко пили, свой творог ели. Ну куда делятся все наши коровушки? Оказалось, инвестор в этой сфере уже найден. Им станет известное предприятие Щелково-Аграхим. Это комплексное использование земель сельхозназначения. Здесь будет высеиваться и злаковая культура, и картофель, и в том числе реанимировано животноводство. И, насколько я знаю, в их планах этой весной провести обработку, перепашку и выкорчевку полутора тысяч гектаров, которые сейчас они планируют под свое хозяйство. Как и во многих муниципалитетах во Фрянова, многодетные мамы жалуются на отсутствие инфраструктуры. В деревне, где выданы участки, нет более-менее приличных дорог. Нет дорог. У нас многие люди не могут построиться только из-за того, чтобы, действительно, не могут они даже туда подъехать. Весной все объеду, посмотрю, поставлю задачу нового заместителя руководителя, чтобы в этом году эта проблема была решена. Не прозвучало в рамках встречи характерных для других поселений жалоб на благоустройство, вывоз мусора и сбои в предоставлении жилищно-коммунальных услуг. Представители руководства района и поселения отметили, что в целом встреча прошла весьма эффективно. Я считаю, что встреча с жителями прошла очень плодотворно. И вот принцип губернатора, основной принцип губернатора – это открытая власть и чуткая власть. Вот здесь мы его можем проследить. Во всех абсолютно без исключения поселениях есть проблемы. Соответственно, встречаясь с жителями, мы видим, это проблема частная или проблема общая. Здесь мы увидели ряд общих проблем. Это и по многодетным семьям, это по строительству дороги и ряд других. И понимаем, что эти проблемы надо ставить теперь во главу угла и решать на территории, соответственно, городского поселения Фрянова. Озвучка уже на таком уровне позволит нам получить поддержку и решать эти вопросы, включая специалистов Щелковского муниципального района. Александра Гранич, Александр Оржевский, телерадиокомпания Щелково.